Всем привет дорогие друзья! Приобрел себе комбинезон для работ по дому и во дворе. Точнее это полукомбинезон. Он довольно хорошего качества и мне в целом понравился. Конечно же есть свои недостатки и чуть-чуть не угадал с размером. В общем, усаживайтесь поудобнее, сейчас все подробно расскажу и покажу. Заказал я этот полукомбинезон на Алиэкспресс. Ссылку оставил в описании конечно же. Там также вы можете увидеть комбинезон такого же типа и штаны с курткой. Правда они стоят подороже. Ткань из которого сделан полукомбинезон, хлопок и полиэстер. Если хлопок это натуральный материал, то полиэстер это синтетическая ткань, которая похожа на хлопок. Какой процент соотношения неизвестно, нигде об этом ничего не написано. Но по виду и на ощупь ткань похожа больше на натуральную. Ну как это обычная рабочая одежда. Она плотная и прочная, что меня порадовало. Так как я переживал, что придет какая-нибудь фуфлыжная тонкая ткань. Так, цвет. На камеру возможно кажется, что цвет черный, но он темно-синий. А дополнительные вставки, ну это так видно, некоторые и некоторые карманы здесь серого цвета. Как видите, данный полукомбинезон оказался немного маловат на меня. Не, ну может и нормально, но я хотел бы, чтобы было посвободнее. По размерам я позже расскажу, чтобы вы тоже не ошиблись, если будете заказывать. Так, из чего же он состоит? Короче, бретели здесь, как и положено, вот часть из обычной ткани, а другая часть из эластичной ленты. Ну, чтобы они тянулись, короче. Длину бретели, соответственно, можно регулировать. Пряжка Fastex. Сзади есть кулиска. По бокам находятся кнопки-застежки по две штуки с каждой стороны. На груди есть два кармана на липучках. Один из них, походу, для мобильного телефона. Но для современного 6-дюймового смартфона он явно маловат. Да и 5-дюймовый, наверное, тоже не влезет. Он больше подходит для, ну, кнопочных телефонов. В смысле, ну, те, которые меньше по размеру, короче. Ну, вы поняли. Спереди, с левой стороны, два кармана. Один обычный, другой поверх него на липучке. Справа три кармана. Два таких же, как и слева, еще и с трети вот такой. Поверх всех. Сзади два кармана тоже на липучках. Сбоку, с левой стороны, один карман. А справа, вот такой узкий, глубокий. Это для ножа, если я не ошибаюсь. Ну, для канцелярского, там, или строительного, с выдвижным лезвием. Ну, вы поняли, короче. Также, с левой стороны, есть петля для фиксации инструмента. И на коленнике, как и должно быть на спецодежде. В общем, все, короче, как положено. Правда, светоотражателей здесь нет. Ну, лично мне они не нужны, так как я уже сказал, что, ну, пользуюсь ею в домашних условиях или на даче. Теперь, что касается размера. На вид комбинезон сидит вроде нормально. Но вот, когда я начинаю двигаться, мои движения немного скованы. Особенно это чувствуется, когда я приседаю. Возможно, это связано с тем, что я привык к более свободной одежде. Также обращаю внимание, что у меня немного лишний вес, который скопился в животе и по бокам. Это, конечно, тоже играет свою роль. Ну, давайте я покажу вам, как я выбирал размер, чтобы вы примерно понимали, чего ожидать, если сами будете заказывать. В общем, на странице товара приведена таблица. Тут все на русском и в сантиметрах. Тут все понятно. Я купил размер 2XL или 180. Потому что здесь указан рост от 176 до 180 сантиметров. Мой рост 177 сантиметров. Подходит. Дальше вес от 77 до 85 килограмм. Мой вес 85 килограмм. Тоже подходит. Хотя, зачем здесь вес нужен? Ну, ладно. Значит, бюст я не мерил, так как он здесь никакой роли не играет. Талия от 90 до 94 сантиметров. А вот у меня 100 сантиметров. Тут, конечно, не сходится. По талии мне подходит размер 3XL. Вот. Но тогда, скорее всего, по длине не подошли бы. Но длину можно укоротить, в принципе. В общем, я для себя сделал вывод, что нужно было брать 3XL. Тогда по ширине, ну, в талии-то не точно бы подошли, а длину укоротил бы. И все. Вы же на моем примере можете более точно подобрать себе размер. Вы видите, как он на мне сидит. Свои параметры я сказал. Вот. В принципе, если бы не талия лишний вес, то, в принципе, конечно, наверное, как раз мне был бы этот комбинезон. Видите? А из-за лишнего веса нужно было немножко больше размер брать. Вот так. Теперь, что касается недостатков. Я нашел только один. Ну, короче, можно сказать, придирка. Это кнопки по бокам. Дело в том, что они расстегиваются во время работы. Стоит мне немного наклониться или тем более присесть, как они расстегиваются. Вообще, я когда работаю, и вовсе их не застегиваю. Ну, просто нет смысла. Они все равно расстегиваются. Но, тем не менее, это, конечно же, минус. Лучше бы здесь сделали обычные пуговицы. Да, их дольше застегивают, но это все же крепче, чем кнопки. Конечно, играет роль то, что комбинезон на меня немножко маловат. Но я думаю, если бы он был большего размера, то они все равно расстегивались бы. Как ни крути, а при наклоне и приседании здесь все же создается сильное напряжение. И кнопки просто не выдерживает. Поэтому я, лучший вариант, это пуговицы, в общем. В остальном, меня все устраивает. Качество ткани, расположение карманов, швы тут тоже, ну, не вызывают замечаний. Все сделано, в принципе, хорошо. А что касается размера, я, наверное, кому-нибудь продам или подарю, а себе закажу еще. На этом все. Спасибо за просмотр. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь всем ответить. Желаю хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok